Девушки отдыхают Я не могу, я лишь маленькая рыбка А, ты золотая рыбка О, не только золотая Я могу менять цвет, как хочу Ух ты, красиво О, благодарю Но знаешь, у меня сегодня очень важная встреча И я не знаю, какой цвет надеть Какой у тебя хвост Тебе нравится? Надеюсь, ей тоже понравится Когда приплывет, я выдаю для нее пузырек в форме сердца Ты умеешь выдувать пузыри? О, да Мой рот как раз нужной формы А когда у нас появятся яйца Я, как отец, буду носить их у себя в животе Немногие папы это делают Кажется, твоя возлюбленная уже здесь Похоже, вы друг другу нравитесь И знаете, вы похожи на маленьких лошадок Подожди-ка Ты можешь менять цвет У тебя есть плавники и длинный хвост Мне кажется, я знаю, кто ты Ты морской конек Правильно И как ты догадалась? Что ты делаешь? Попробуй угадай Занимаешься бегом в мешках? Нет Прыжками на животе Как быстро у тебя получается Ты не ушибся? Нет, я в порядке У меня специальная защита Защита? Ну, не такая Моя кожа, она как матрас Видишь? Надеюсь, ты умеешь плавать Как русалка У русалок нет усов Не повезло им Будь у них усы Могли бы ловить мидий, как я Какие же они вкусные Ого, оказывается, бивни Вещь полезная Я объелся Пора вздремнуть Погоди-ка Ты живешь в холодных морях У тебя толстая кожа Усы И два огромных бивня Я знаю, кто ты Ты Морж Правильно И как ты догадалась Ахахахаха Наконец-то я добрался До куда? Попробуй, угадай До дома? Нет Я добрался до оазиса А, ты верблюд Я Гораздо меньше верблюда Здесь ужасно жарко, правда? Мой панцирь защищает меня от солнечных лучей. Но мне больше по нраву ночь. Нужно найти место, где вздремнуть. Почему ты не спишь в шатре? Я бы с удовольствием, но мне там не будут рады. Почему? Ты храпишь? Нет. Просто все боятся моего ядовитого хвоста. А, подожди-ка. Я сейчас вернусь. Ой, а зачем тебе тапочка? В ней можно как следует поспать. Здесь воняет. Придётся искать другое место. Подожди. У тебя восемь ног, две клешни. И ядовитое жало на хвосте. Я знаю, кто ты. Ты – скорпион. Правильно. И как ты догадалась? Эй, уже поздно. Почему ты ещё не спишь? Попробуй угадай. Хочешь попить воды на ночь? Воды? Нет. Я не сплю, потому что не хочу спать. А что ты делаешь, когда не спится? Я хожу по дому. Ты что, летучая мышь? У меня лапки посимпатичнее, чем у летучей мыши. Я люблю драть ими ковёр. И этим ты занимаешься всю ночь? Нет, конечно. Ещё я люблю гоняться за своим хвостом. Осторожно, ещё разобьёшь что-нибудь. Да, ты права. Не стоит шуметь, а то всех мышей распугаю. Это ты натворил? Я? Нет. Это всё мыши. Мыши слишком маленькие для такого. Ну ладно, прости. Может, обнимемся? Подожди-ка, у тебя четыре лапы, хвост, острые ушки и длинные усы. Я знаю, кто ты. Ты кот. Правильно. И как ты догадалась? Что ты ищешь? Попробуй угадай. Ты ищешь свою маму? Нет. Я ищу лес. Нет. Это не мой лес. Мой лес растёт в горах Китая. Да, теперь я дома. Странно. В твоём лесу все деревья выглядят одинаково. Это бамбук. Я люблю забираться на них и раскачиваться. Я весь день их ломаю. Ты ломаешь их, чтобы построить дом? Нет. Они очень вкусные. Приятного аппетита. Я ем весь день, а потом ищу, где поспать. Ты что, до сих пор носишь подгузники? Нет. Это мой мех. Правда. Он чёрный везде, кроме живота, спины, хвоста и... моей... большой головы. Подожди, не засыпай. У тебя чёрные лапы, белый хвост, чёрные уши, чёрная маска, и ты из Китая. Я знаю, кто ты. Ты панда. Правильно. И как ты догадалась? Вкуснятина. Что ты делаешь? Попробуй угадай. Катаешься на доске? Нет. Я летаю от цветка к цветку. Как странно ты летаешь. О, ты ещё ничего не видела. Вперёд, назад, туда-сюда. Я могу даже зависнуть на месте. Ты что, вертолёт? Нет. У меня не пропеллер. У меня крылья. Ну и где же они? Я машу ими так быстро, что их не видно. Никогда не видела такой маленькой птички. Я самая маленькая птичка на свете. Правда? Да. И самая голодная. И самая талантливая. Смотри, как я ловко сосу нектар. Ой, что случилось? У меня началась икота. Подожди. Ты маленькая разноцветная птичка с быстрыми крыльями и длинным клювом. И ты можешь зависать на месте. Я поняла. Ты калибри. Правильно. И как ты догадалась? Стоп. Ого, мухи сразу тебя послушались. Ну, конечно. Когда я говорю, меня все слушаются. Но почему? А ты угадай. Это потому, что у тебя громкий голос? Мухи, стройся. Смирно. Нет. Потому что ты дрессировщик? И прыжок. И снова нет. Эм, потому что ты самый сильный? Что ж, я и вправду самый сильный зверь. Хочу тень. Хочу еды. Хочу лапы. У тебя маленькие лапки. Совсем как у котенка. Кис-кис-кис. Вообще-то мои лапы намного длиннее. Ну как, все еще похож на маленького котенка? Нет, ты не котенок. Еще я весь покрыт шерстью. Ух ты, шерсть золотистая, как саванна. Это еще не все. Погляди, какая у меня грива. Вокруг головы совсем как корона. О, ты похож на аристократа. Поэтому меня и называют царем зверей. Погоди-ка. Ты зверь с золотистой шерстью, хвостом, похожим на хлыст, длинными зубами и лапами, и гривой вокруг головы. Я знаю, кто ты. Ты лев. Правильно. Как ты догадалась. Ого, какой ты гибкий. Да, я очень гибкий. Насколько? Сама посуди. Так, можешь? Ай, осторожнее. Я же не резиновый. Но ты сжимаешься и разжимаешься. Ты что, гармошка? Нет. Но мое тело состоит из маленьких частей, вроде как поезд. Только вместо колес у меня много маленьких ножек. Да, вот так. Очень похоже. А куда ты ползешь? Я хочу полакомиться листьями. О нет, ты порезался. Не волнуйся, моя кожа быстро зарастает. Здорово. А что еще ты умеешь? Ух ты, ну ты прямо трансформер. Это точно. Когда я вырастаю, я превращаюсь в другое животное. Да ты что? Покажи. Ну почему так долго? Ты совсем не изменился. Терпение. Мне нужно время, чтобы превратиться в прекрасную... Бабочку! Так, подожди. Ты очень гибкое животное. Ты живешь в саду. Твое тело состоит из маленьких частей. А еще ты превращаешься в бабочку. Я знаю, кто ты. Ты! Гусеница! Правильно. И как ты догадалась? Редактор субтитров А.Семкин